Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Мы обсуждаем сейчас визит Зеленского в страны Балтии и видим реакцию, как принимали, что говорят, какие заявления делают. И понимаем, что, очевидно, в странах Балтии, ну еще Польша, да, вот можно Польшу тоже отнести к этому ряду стран, которые понимают, как никто другой, что такое российская агрессия и что на самом деле происходит в Украине. Как вы видите, насколько может расшириться эта, скажем так, дружеская коалиция и что основного можно на сегодняшний день вынести из балтийского визита Зеленского? Я думаю, что речь идет не столько о расширении, потому что страны Балтии нам помогают по максимуму. С точки зрения своих возможностей, это страны небольшие и по размерам, и по населению, по объемам экономик. Но они помогают вот именно по этому показателю, с точки зрения, допустим, доли своего волового внутреннего продукта, доли бюджета. Они нам помогают больше, чем остальные европейские, ну и вообще западные страны. И помогают, потому что действительно они понимают, сейчас в Украине идет война против российской агрессии не только за нашу свободу и независимость, но и за их в том числе. Вот коллега правильно отметил, страны Балтии гораздо отчетливее и, скажем так, в прямом смысле понимают, что они могут стать следующей жертвой российской агрессии. Удар может быть по ним. В прошлом году вот как раз появились утечки в отдельных российских СМИ о том, что как раз планы гибридной агрессии России планировались против стран Балтии. Что-то подобное тому, как Россия действовала против Украины в 2014 году. Поэтому страны Балтии понимают, что помогая Украине, они помогают и себе. Они, скажем так, нейтрализуют возможность того, что Россия может уже, если не сейчас, то в ближайшем будущем напасть на них. Этот сценарий, кстати, он обсуждается и эта тема поднималась во время визита нашего президента в страны Балтии. Очень важно, что это была одна из целей визита. Это, конечно, поблагодарить наших партнеров, союзников в полном смысле этого слова за их поддержку. С первого дня войны они нам помогали и с 2014 года, и особенно после полномасштабного российского вторжения. Слова благодарности очень нужны. И представителям государства, государственным лидерам этих стран, обществам. А были встречи с общественностью, что также очень важно. Вот это укрепление тех связей, не просто политических, а дружественных, общественных связей, и не только межгосударственных, между нашими странами. Это фундамент нашего сотрудничества на будущее. Но были конкретные договоренности, о которых шла речь в вашем репортаже. В частности, это и соглашение о дроновой коалиции, о том, что Латвия возьмет на себя лидерство в этом направлении. С литовцами договаривались о сотрудничестве в создании конкретных оборонных производств по отдельным направлениям, по отдельным видам оборонной продукции. Потому что в Литве есть для этого предпосылки. Собственно говоря, как и в других балтийских странах. И, естественно, для нас также очень важно сотрудничество с этими странами в процессе нашей европейской и евроатлантической интеграции. По европейской интеграции поддержка этих стран уже дала свои результаты. Уже начинается процесс переговоров Украины о членстве в ЕС. Я думаю, что в процессе этих переговоров наши балтийские партнеры будут нас активно поддерживать. И в преддверии Вашингтонского саммита НАТО обсуждалось в процессе этого визита сотрудничество, взаимодействие, координация наших усилий в процессе евроатлантической интеграции Украины. Так что это и укрепление партнерства, и его конкретизация на данный конкретный период, в частности на 2024 год. Британия в очередной раз продемонстрировала лидерство в поддержке военной Украины. Я имею в виду подписанный накануне документ, который уже многие называют одностайно историческим. Единогласно. Единогласно, да. Насколько он действительно исторический, что внутри этого документа, ну вопросов крайне много. Можно ли, некоторые уже говорят, что это практически уже членство в НАТО, только без пятой статьи, которая, кстати, еще неизвестно, как она работает. Никогда ее, в общем-то, в принципе, никто не проверял, да, не тестировал. Что получила Украина в результате? Насколько это знаковый документ? На самом деле это очень значимый документ. Мне кажется, еще далеко не все осознают значимость этого документа. Вот я внимательно посмотрел, уже опубликован был вчера текст этого документа. Он всесторонний, он охватывает сотрудничество в сфере безопасности в самых разных сферах. В военной, оборонной сфере в первую очередь, но и в невоенных сферах. Причем речь идет и о сотрудничестве, допустим, и в борьбе с информационной войной, которую ведет Россия, вот о противодействии этой войне, о борьбе с киберугрозами. Там прямо говорится о противодействии российской агрессии и о том, что Великобритания будет нам и сейчас помогать. И там сформулирована конкретная сумма помощи на текущий год, на 2024 год. Это сумма более чем 3 миллиарда долларов, 2,5 миллиарда фунтов серлингов. И главное, что обозначены, конкретно обозначены, в виде конкретных обязательств. Причем, кстати, обязательства двусторонние. Сейчас больше о помощи Великобритании и Украине в самых разных сферах. От военной помощи, от сотрудничества в оборонном производстве и до помощи экономической, гуманитарной, помощи в невоенной сфере. Но и мы обязываемся. Там есть статья, которая говорит о том, что в случае возникновения военных угроз для Великобритании и Украина будет оказывать поддержку Великобритании. То есть это двусторонний договор. В принципе, такова его суть. Но для нас очень важно, что вот этот очень конкретный договор. Там, например, есть целый раздел, восьмой раздел, который касается конкретных действий в случае нападения именно России на Украину. Если будет какое-то новое нападение в перспективе. Договор рассчитан на 10 лет. И там описывается, что Великобритания будет надавать нам конкретную военную помощь. Речь не идет о том, что они будут воевать за нас. Потому что это риск ядерной войны. Но вот речь идет о конкретном военном содействии, поставках оружия, санкции против стороны агрессора. В принципе, то самое, что и сейчас Великобритания нам предоставляет. Но это гарантируется на перспективу. И особенно на случай новой агрессии со стороны России. В чем значимость этого договора? Это беспрецедентный договор. У нас таких договоров еще не было ни с одной западной страной. Да и с другими странами тоже, на самом деле. Был в свое время договор о стратегическом партнерстве с Россией еще в 1997 году. Но вот чем все закончилось, мы увидели. А здесь речь идет о настоящем партнере, который нам уже оказывает поддержку. И вот этот договор, он будет, по сути, образцом, основой для разработки таких же договоров с другими странами. В первую очередь, с Соединенными Штатами Америки, с другими западными странами. Это, по сути, стандарт, договорной стандарт, от которого мы будем отталкиваться. И мы будем стремиться к тому, чтобы похожие нормы, как вот в этом договоре, были и с другими странами. По сути, если так вот более широко говорить, это фундамент новой архитектуры безопасности в Европе. И что для нас очень важно, речь идет не просто о абстрактных обещаниях Украины. Вот многие сравнивают Будапештский меморандум. Да, это меморандум был, памятная записка в переводе. А здесь межгосударственный договор с конкретными обязательствами в разных сферах. В том числе и в сфере обороны. И даже с конкретными цифрами помощи на текущий год. Но каждый год эта цифра будет формулироваться. И речь идет о помощи не только военной, но там речь идет и о макроэкономической, о гуманитарной помощи, о помощи восстановления Украины после войны. Речь идет о совместных действиях в санкциях против России. О том, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в Украине. Ну, долго пересказывайте этот договор. Могут все ознакомиться с его текстом. Но договор фундаментальный. Я могу вам сказать по своему опыту. Я уже давно наблюдаю, анализирую украинскую политику, в том числе как бы изнутри ее, работая с различными политическими силами, отдельными политиками. Так вот могу точно сказать, что о таком договоре мечтали многие поколения украинских политиков, дипломатов, представителей общественности. Сколько было попыток выйти на похожий договор, даже более слабый договор с Соединенными Штатами. Результата, к сожалению, это не давало. Вот только нынешняя война, полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнули западные страны к пониманию, к осознанию того, что Украина нуждается в реальных гарантиях поддержки, причем в долгосрочных гарантиях поддержки. И вот мы видим первую ласточку. Это договор о безопасности с Великобританией. Я вам скажу откровенно, я прогнозировал подписание подобных договоров в 2024 году, но не ожидал, что это случится так рано. Но очень хорошо, что процесс пошел. И есть нам от чего отталкиваться. И я думаю, что вот таким образом, шаг за шагом, будет формироваться новая архитектура безопасности в Европе, где Украина, безопасность Украины будет краеугольным камнем. А как вы считаете, а почему процесс пошел сейчас? О каком сдвиге в настроениях наших партнерах это может говорить? И как быстро он будет продвигаться? Я вот вчера первая мысль была, ну Британия, понятное дело, проявила лидерство. Думаю, ну а где же Соединенные Штаты? Через несколько часов после подписания отреагировала посол Соединенных Штатов в Украине, сказала, что Соединенные Штаты провели уже два раунда переговоров, которые готовятся к подписанию подобного документа. Как быстро другие страны подключатся к этому процессу? Ну, во-первых, напомню, и в тексте договора об этом идет речь, о том, что данный договор является следствием обещаний лидеров стран Большой Семерки, а потом уже обещаний уже почти 30 стран суммарно. Вот еще 24 страны присоединились, и они нам пообещали предоставить гарантии безопасности и зафиксировать это в конкретных договорах. Работа началась. Вот просто первый результат этой работы – это соглашение с Великобританией. Отмечу, кстати, что речь идет о системной последовательной работе, которая стартовала еще в 2022 году. Тогда была создана рабочая группа при офисе президента Украины во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссиным. Вот эта группа еще в августе 2022 года наработала целый пакет предложений, которые назвали «Киевский договор о безопасности». И там шла речь в том числе и о широких межгосударственных соглашениях, в которых будут участвовать много стран, секторальных соглашениях, например, о безопасности в Черном море, о безопасности в воздушной среде. Но одновременно обязательно надо было готовить договора двусторонние. И вот в прошлом году нам пообещали такие двусторонние договора и начались переговоры, в том числе и с Соединенными Штатами Америки. Просто вот я действительно был удивлен, что с Великобританией быстрее эту работу завершили. Я, правда, не удивлен, почему именно с Великобританией, потому что Великобритания еще до российского полномасштабного вторжения в Украину подписала с нашей страной договор о стратегическом партнерстве. Был визит президента Зеленского в Великобританию, и вот подписали вот этот масштабный договор о стратегическом партнерстве. Я думаю, он тоже стал предпосылкой нынешнего договора о безопасности. Так что я думаю, весь 2004 год мы будем видеть продолжение этой тенденции. Но это не просто импровизация, это системная последовательная работа, работа и украинских дипломатов. Это огромный успех украинской дипломатии. И поддержка наших партнеров. И самое важное, вот теперь есть от чего отталкиваться, есть с чем сравнивать. И думаю, что украинская дипломатия будет работать над тем, чтобы вот и последующие такие договора, они будут отличаться друг от друга, потому что возможности стран разные. Но они будут, ну так или иначе, соотноситься с тем стандартом, который задан нынешним договором о безопасности с Великобританией. И говоря о безопасности, о новых соглашениях, очевидно, этот визит Сунака, он был знаковым не только потому, что историческое событие свершилось, а потому, что еще и Давос буквально завтра начинается. И должно же повлиять то, что подписала Украина и Британия на те решения, которые будут уже буквально завтра приниматься и обсуждаться в Давосе. Как вы видите развитие событий? Будет ли Давос уже тем местом, где примут конкретные какие-то позиции, где будут подписаны какие-нибудь конкретные соглашения, либо же это станет еще одной площадкой для того, чтобы еще проговорить и договориться о том, чтобы еще раз встретиться? Смотрите, тут надо уточнить, есть просто разные события, которые будут в Давосе. Вы говорите о том, что завтра в Швейцарии, мы точно еще не знаем, я думаю, это связано и с вопросом безопасности, в Давосе это будет или в другом каком-то швейцарском городе, возможно, скажем так, вот в большом Давосе, потому что это не только один поселок и местность рядом. Это как раз переговоры политических советников о формуле мира президента Зеленского. Это уже будет четвертый официальный раунд таких переговоров. Вот недавно был неофициальный раунд, такая закрытая встреча, а это вот четвертая такая официальная встреча. Перед этим были встречи на Мальте, в Саудовской Аравии, первая встреча была в Дании, в Копенгагене. Вот новая встреча. Это площадка, на которой собирается большое число стран. Вот в этот раз анонсировано, что будет представителей около 80 стран. То есть это очень большое количество. Ну, считайте это почти половина стран, которые представлены в Организации Объединенных Наций. Это при том, что многие страны, конечно, воздерживаются от того, чтобы как-то, скажем так, вклиниваться в тему войны между Россией и Украиной, придерживаться некого нейтралитета. Но, тем не менее, число таких стран, которые участвуют в подобных переговорах, расширяется с каждой новой встречей. И главная задача этих переговоров подготовить саммит, глобальный саммит лидеров стран о условиях, процедурах завершения войны в Украине с учетом украинской позиции, с учетом формулы мира президента Зеленского. Я не думаю, что будет обязательно какой-то конкретный результат на этой встрече в Швейцарии, но она точно приблизит возможность проведения вот такого глобального саммита мира. И она постепенно закладывает фундамент обеспечения украинских интересов в будущем мирном процессе. Рано или поздно начнутся переговоры о завершении войны. Для этого надо, конечно, и военным путем добиться ослабления России, но дипломатическая площадка тоже важна. Поэтому вот эти переговоры о формуле мира президента Зеленского, они действительно будут завтра. А на следующей неделе уже в самом Давосе будет выступать наш президент, он будет принимать участие в Международном экономическом форуме в Давосе, который ежегодно проводится в январе. И, конечно, там речь будет идти и о том, каким образом добиться справедливого завершения войны в Украине. Президент Зеленский будет участвовать как раз в дискуссии по вопросам безопасности. Но думаю, что будет идти речь, поскольку экономические форумы и о восстановлении Украины, о финансировании этого процесса, о том, чтобы для этого были использованы замороженные российские активы в западных странах. Эта тема сейчас активно обсуждается. Ну и кроме того, будет еще целый ряд сугубо украинских мероприятий на площадке Давоса. Вот фонд Виктора Пинчука там организовывает украинский завтрак, украинский ужин. Там будут участвовать и западные лидеры, представители западной дипломатии, западной общественности. Будет целая серия мероприятий, дискуссий на украинской площадке. Причем широчайший спектр будет тем. От вопросов международной безопасности, естественной безопасности Украины, до тем, связанных с историей. Это тоже очень значимая тема. Мы знаем, какую роль сейчас играет известная западная история Тимоти Снайдерс в продвижении интересов Украины. И вот поэтому такие дискуссии, они будут иметь очень большое значение. Поэтому я думаю, что украинская тематика в Давосе будет звучать очень сильно. И прежде всего потому, что там будет выступать наш президент. Вот как в самой дискуссии на международном экономическом форуме, так и на украинских мероприятиях он будет выступать. А это привлечет дополнительное внимание к ним. гостям марафона информационного на телеканале Freedom.